Привет! Сегодня я расскажу тебе о моей маленькой армии муравьёв Видоле Полидула. Эти крохотные создания — одни из самых агрессивных муравьёв, которых вы только сможете найти. Их называют младшими братьями ужасных муравьёв-мародёров, держащих в страхе азиатские джунгли. Но почему они так опасны? Сегодня мы это узнаем, а заодно и понаблюдаем за их жизнью в мини-формикарии. С вами Димон и Пумба, поехали! Род Фидоле — одни из самых интересных, многочисленных и высокоорганизованных муравьёв на нашей планете. Их колонии подчас насчитывают десятки миллионов особей и сотни королев. Они — настоящие доминанты в тропических лесах Юго-Восточной Азии. И держать таких насекомых дома, казалось бы, настоящее самоубийство, если только не найти мини-версию. И, как вы уже поняли, такая версия есть. И называется она Фидоле Полидула. Эти мураши обитают у нас на юге, в Северной Осетии и Краснодарском крае. Оттуда и приехала ко мне эта семейка в составе одной королевы. Этот вид Фидоль обладает крайне небольшими размерами, по сравнению со своими родственниками из Юго-Восточной Азии. И потому размеры колонии, её агрессивность и болезненность укуса муравья также снижены. В этой семье уже более полутора сотен рабочих, а площади на столе она занимает не больше, чем будильник. Но это как раз тот самый случай, когда размер не имеет никакого значения. Полидулы – одни из самых интересных муравьёв в моей коллекции. И сейчас я расскажу почему. Во-первых, окрас и морфология. Фидоле Полидула – светло-жёлтые муравьи, что в целом уже довольно необычно. Их головы и брюшки красиво просвечиваются в контровом свете, особенно когда они напиваются сахарного сиропа. А ещё у Полидул, как и у всех порядочных Фидоль, есть огромные, конечно, по сравнению с размерами рабочих, большеголовые солдаты. Они нужны для защиты гнезда, охоты, нападения и других задач, где их внушительные мандибулы и мощная мускулатура придутся к месту. Наличие у Фидоля различных касс внутри колонии говорит о прогрессивности этого рода в эволюционном плане, так как морфологически дифференцированные особи будут более эффективно выполнять те или иные задачи. Следующий большой плюс Полидул – их невероятная слаженность в работе и моментальная мобилизация. Эти мураши буквально срываются с места, как только по арене разносится феромон опасности. И вот уже толпа муравьёв атакует буквально всё, что хоть как-то движется. Эти охотники с лёгкостью ловят не только личинок жука-знахаря, которых я им чаще всего даю, но и более крупную добычу, вроде маленьких тараканов или сверчков. Особенно они любят есть эмбий. Как я говорил в одном из предыдущих выпусков, самцы этих насекомых живут недолго, и я частенько кормлю ими мурашей. Фидоли их просто обожают. При том, что едят они всё без разбора и не отказываются ни от чего, в этих муравьях явно сидят маленькие гурманы. Третий плюс Фидоли заключается в том, что они крайне неприхотливы в содержании и не требуют зимовки. Как я уже и говорил, едят полидулы буквально всё. Буквально всё, что съедобно. Высокой влажности и особых условий они не требуют. Содержать их можно в различных типах формикариев, и при всём этом размножаются они крайне активно. Если вы смотрели мой предыдущий ролик об этих мурашах, то помните, что примерно три месяца назад я заселил их в отличный мини-формикарий от компании Антгард. Это прекрасный инкубатор, и он действительно подходит для большинства видов, но очень быстро полидулы его переросли. Они разрослись буквально за месяц до такой численности, что начали сбегать оттуда при каждой кормёжке. Так что я экстренно переселил их на большую арену с высокими краями. Предвосхищая логичный вопрос в комментариях, ни один из антипобегов, что я пробовал применять, нормально не действует на этих неудержимых. Они всё равно рано или поздно сбегают, так что приходится пользоваться крышкой и высокими бортиками. Поэтому полидул я смело могу рекомендовать всем новичкам, но с небольшой оговоркой. Будьте готовы к тому, что пару раз в месяц пара-тройка разведчиков будут стабильно сбегать. И предотвратить это практически нереально. Меня это уже совсем не беспокоит. За семь лет содержания муравьёв я уже начал относиться к этому чисто философски, но кого-то данный факт всё же может смутить. В прошлом выпуске про эту семью я у вас спросил, как мы назовём колонию Полидул. В народном голосовании, что проходило в комментариях, победил следующий коммент, так что теперь эта семейка будет именоваться не иначе как Орда. И это название подходит им более чем полностью. Ведь они близкие родственники других ужасающих созданий, терроризирующих земли Юго-Восточной Азии. Карибар. Современное их название Фидолагетон. Чувствуете иронию, да? Как будто скрещены в одном слове Фидоля и Армагеддон. Эти муравьи как большой злобный брат Фидоль. Они крупнее, сильнее, их семьи гораздо более многочисленны, а от вида гигантских солдат Карибар у инсектофоба может случиться истерика. Содержать их дома. Настоящее безумие. Так что если хотите прочувствовать, каково это, когда не муравьи живут с тобой, а ты с муравьями, заходите на канал Виктора Кожаева. Ссылка будет в описании. Эти кадры я взял у него. Многие годы в его доме жила огромная колония Карибар. И периодически он снимал экстравагантные моменты из их жизни. Так что, как вы понимаете, моя орда не такая уж и страшная. Эти феи довольно милые и маленькие. Я бы их назвал чебурашками в мире убийц. Однако пока рано судить о том, насколько кровожадными могут быть их интересы. Потому что семья все-таки еще только встает на тропу войны, и крупных солдат у нее пока всего ничего. Но она стабильно растет, потребляет конскими темпами белок, так что в следующем видео про этих малышей, я думаю, мы увидим их в совершенно другом качестве. Ну а пока обязательно зацените плейлист о муравьях Фидоли на моем канале. Там еще много интересных видео, в том числе с охотой другой крупной колонии на таракана. Как всегда, большая благодарность нашим спонсорам, и вообще всем, кто поддерживает этот проект рублем. Поскольку сейчас функция спонсорства YouTube работает с перебоями, напомню о том, что у нас есть аккаунт на Бусти, где вы можете поддержать канал и получить ранний доступ к контенту. Пишите, что думаете о Фидолях в комментарии, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться на канал. До следующего ролика через неделю. С вами был Димон и Пумба, и колония муравьев Фидоли Полидула. Да пребудет с вами матка, и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok